Привет! Сегодня команда СБС Парабалом Airsoft хочет протестировать, ну и показать вообще в обзоре носилки британские оригинальные. Название я здесь напишу. Благодарим за поддержку. Следующие интернет-магазины и паблики в социальных сетях. Ссылки в описании. В данный момент раненый у нас Фидель. Двери. Высовывайте. Начинаем высовывать. Потом мы подключаем. Теперь нужно получать вот здесь, параллельно. Четвертый нужно. Переворачиваем. Раз, нет, переворачиваем. Раз, два, три. Вперёд. Раз, два, три. Эти красилки можно носить как четвером, шестером и вдвоём. Сейчас покажу, как это делать. Раз, два, взяли. Пошли. И давайте поднимемся. Самое тяжёлое, это посередине, думаю, ждём. И последний вариант, как можно нанести, это когда двое людей. Это мы берём... Перей здесь. Нет, двое, двое. Двое. И тянем, да. Они пройдёте. Мы, кстати, можем далее протереться. Потом трое можно. Один берётся за дверь. Да. И получается здесь двое ребят. Ну, да. Идут. Можно вот так вот идти. Чё, давай. То есть, тоже самое. Андрюх, как ты. Очень удобно. Очень удобно. Тебя нравится. А ну, смотри, крупный ка... Эти, на Андрея. Нам нужно сказать, не пицца. Удобный? Андрюх, тебе удобно? Очень удобно. Очень компонентно. Всё, давай, давай. В общем, ткальная силка, при этом, она из ткани, я бы сказал, плащёвка. То есть, никакая не кордура. И, то есть, она выдержит, на самом деле, и очень тяжёлого человека. Мы, шкипера... У нас в команде самый тяжёлый шкипер, и он выдерживал даже его. Ткань похожа на башу, да? Британскую? Да. То есть, посмотрите, ткань реально очень... Очень тонкая. В рюкзаке вот эта завязочка. То есть, она, на самом деле, любая. А, вкладыш. Как вкладыш, да? Ага. Компактная, лёгкая, главное. А вес какой у неё? Вес, ну, можно повесить, взвесить на весах. На исходную позицию прячет, дотранспортированный. Можно сразу развернуться, чтобы было хорошо её. Окей. А как она не теряется там? Как она... За счёт чего она держится там? Ну, вообще, её в рюкзаке носим мы в походах. Ну, если надо с собой, то вот здесь просто засунулся. Всё понятно. Всё. 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 Служат британской армией и спецподразделениями в течение многих лет. Были использованы бойцами ЮКИ СФ для операции в джунглях. Цвет – олива. Материал – нейлон. Размер в разложенном состоянии – 185 на 67 см. Вес – от 600 до 850 грамм, в зависимости от комплектации. Лямки ленты с пластиковым ободком на каждом углу для крепления к деревьям для использования гамака или тента. По три ручки на каждой стороне для использования в роли носилок. Возможно снести трем людям с каждой стороны, чтобы нагрузка распределялась равномерно. Эти петли являются очень прочными лентами, сшитыми и идущими по всей площади для максимальной поддержки. Шитые каналы с каждой стороны вдоль носилок дают возможность вдеть в эти каналы алюминиевые или просто деревянные палки, для того, чтобы можно было использовать как полноценную кровать или полноценные жесткие носилки. У одного основания находится просторный карман, который можно использовать как фиксацию ног пострадавшего, а во время сна или отдыха, если туда предварительно положить вещи или сухую траву, использовать как подушку. Я считаю, что это самые универсальные легкие носилки на данный момент, так как они могут вам пригодиться в роли непосредственно носилок, жестких или мягких, в роли гамака, тента или основы для палатки. Напишите в комментариях под видео, где еще можно их применять. К сожалению, снять носилки в разных условиях использования всегда забывается, а видео хочется поделиться с вами как можно быстрее, потому привожу фотографии использования гамака под музыку. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok